Доктор Киевского центра фунготерапии, биорегуляции и аюрведы Центра альтернативного направления медицины Татьяна Петровна Скобникова Сегодня я расскажу о таком уникальном творении природы Лечебном грибе кардицепсии Изревно кардицепс использовался на Тибете Впервые его удивительные свойства были замечены тибетскими пастухами Традиционной китайской медицине он начал использоваться несколько позже в сопредельных странах Но на Западе еще долго оставался неизвестным В летние месяцы тибетские жители отправлялись на горные луга собирать урожай Среди трав искали небольшие коричневые ростки 3-5-15 сантиметров приподнятые над землей И если разрыхлить немного почву То обнаруживалось, что росток выходит из высохшего тела гусеницы Это и есть знаменитая ярса гумба Что в переводе с непальского означает «гриб с личинкой» Китайское название – дун чун сяо цао Зимой червь, летом растение С точки зрения биолога Ярсогумба – это паразитический гриб Его научное название – опиокардицепсайнсис И в нашей литературе он известен как кардицепс китайский Размножается кардицепс как живой организм-паразит Споры этого гриба впрыскиваются в живущих почве гусениц Внедряются в ее плоть И, как правило, это происходит в конце лета Гриб прорастает внутри личинки Которая в конце концов погибает Но предварительно гусеницы поднимаются в верхний слой почвы И застывают там в вертикальном положении Головкой вверх Уже следующей весной, когда почва оттаивает Из мумифицированного тела гусеницы Вырастает гриб, использующий для своего развития Вещества из погибшего насекомого Весит такой гриб 0,3-0,4 грамма Кардицепс представляет собой сложное биологическое сообщество И является представителем славного рода кардицепс Который насчитывает около 200 видов Рассеянных по всему миру И все они паразитируют на насекомых Но самым представительным грибом является кардицепс китайский Излюбленным объектом паразитирования этого гриба Являются гусеницы призрачной моли Суровые, жесткие климатические условия высокогорья Среды выживания этого гриба Обусловили его мощную оздоровительную силу воздействия на организм Он противостоит инфекциям Освобождает организм от токсинов Является мощным антиоксидантом и адаптогеном С 1964 года это официальное лекарство китайской фармакопеи И кардицепс занимает первое ведущее место Широко известным в мире на Западе он стал в 90-е годы Когда китайские спортивные команды по легкой атлетике На Олимпийских играх Одержали громкие победы с высокими спортивными результатами И оказалось, что все они в пищу принимали кардицепс Кардицепс Сайенсис В 80-х годах кардицепс начал углубленно изучаться Фармакологами Китая, Японии, Америки И были выделены мощные биологически активные химические составляющие Кардицепсовая кислота 3-диоксиаденозин Биологически активные полисахариды, мицелия Все эти составляющие улучшают и восстанавливают Здоровое функционирование всего организма Борьба кардицепса за выживание Обуславливает его силу воздействия на организм Его уникальные ингредиенты Активируют работу мозговых структур Гипофиза, гипоталямуса Контролирует и нормализует выработку гормонов Регулирует биохимические процессы в органах и тканях Регулирует баланс в организме Кардицепс является мощным индуктором эндогенных антиоксидантных систем Стимулирует функцию кроветворения Образование стволовых клеток кровяных костного мозга Мощное цитопротекторное действие оказывают Радиопротекторное Мощное противораковое действие Вызывает апоптоз раковых клеток Кардицепс также обладает Общеукрепляющим, восстанавливающим, иммуномодулирующим действием За счет высокого содержания полисахаридов Стимулирует активность и распределение Т-лимфоцитов Фагоцитарная активность макрофагов При этом увеличивается в полтора раза Также кардицепс симулирует секрецию лимфы Которая с возрастом Секреция с возрастом лимфы угасает Выделенный из мицелия гриба кардицепин Является природным антибиотиком С широким спектром антибактериального противовирусного действия Подавляет рост меммококов, стрептококов, золотистого стафилокока, синегнойной палочки Некоторых видов клостридии Поцеллы туберкулеза, вирусы гриппа И, как оказалось, подавляет вирусы ковида Герпес, опоясывающий лишай Это все поддается лечению кардицепсом Кроме того, в состав кардицепса входит Мощный, сильный антиоксидант Канзимко Который обеспечивает процессы усвоения клетками кислорода Выраженный отсюда и лечебный эффект При различных заболеваниях сердца, головного мозга Паренхимы легких, верхних и нижних дыхательных путей Гайморитов, синуситов Паренхимы печени Также положительное влияние Лечебный эффект оказывает при заболеваниях поджелудочной железы Половой сферы мужской и женской Благотворно влияет на эндокринную систему Гипотензивное действие Снижает уровень холестерина Уровень сахара крови Улучшает микроциркуляцию И препятствует тромбообразованию Также способствует Рассасыванию уже образовавшихся тромбов Выводит шлаки Предупреждает образование конкрементов Мощно и выраженно влияет на процессы старения Восстанавливает клетки эпителия Содержит биологически активные циклические дипептиды Аминокислоты, минералы, микроэлементы Такие как селен, цинк, магний, кальций, железо Весь спектр витаминов группы В Витамин Е, К Широкую известность приобрел кардицепс Как сильный афрозодиак Нормализует сперматогенез Восстанавливает качество спермы Повышает потенцию Обладает широким спектром противовоспалительного действия И по всей своей эффективности Превышает действия гидрокортизона Также он эффективен при ночной потливости Усталости, кислородном голодании Повышает работоспособность и выносливость организма Эффективен он и при аутоиммунных состояниях Кардицепсайенсис от усиленных сборов исчезает Сохранить его можно единственным способом Выращивается в условия, приближенные к природным условиям его выживания Согласно современным возможностям агротехнологии Кардицепс вводится в Китае, в Японии На культурных плотациях тотого шелкопряда В условиях высокогорья То есть по своим свойствам, силе действия на организм Он не уступает дикорастущему кардицепсу китайскому Из рода кардицепс И в этом я много раз убеждалась На своих больных В том плане, те, которые употребляли кардицепс Даже на фоне химио-лучевой терапии Они быстро восстанавливались И все негативные последствия воздействия этого лечения Быстрее проходили, не так тяжело переносились больными И та симптоматика у пациентов, которые не применяли кардицепс И в комплексном сочетании с другими полисахаридами Рейши, Агариком, Шитаки У них течение восстановления было гораздо тяжелее и сложнее Ну что, дорогие друзья Я думаю, что природа нам дала большую возможность помощи И ею нужно воспользоваться Поэтому всем желаю здоровья, крепкого И до свидания, до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok